Всем привет! Меня зовут Ира, и вы на моем канале Holland&Me. В первую очередь я хочу поздравить всех моих зрителей и подписчиков канала с Новым Годом! Самое главное это, конечно же, здоровье, и поэтому я желаю вам крепкого здоровья в новом 2023 году. И сегодня с новой видео «Вопрос-ответ» буду отвечать на ваши вопросы. Кто, кстати, еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь. И также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Я снова получила от вас очень много интересных вопросов. Поехали! Первый вопрос. Ира, как долго вы учили нидерландский язык до среднего уровня? Знали ли вы до этого английский язык и какой был его уровень? И мне пишут, что заметила, что иногда знания английского мне помогают, а иногда мешают в изучении нидерландского. Когда я переехала в Нидерланды, я, конечно же, знала английский язык, но я решила для себя, что сразу буду учить нидерландский. И сразу перешла уже на нидерландский язык. Пошла на курсы, учила и старалась говорить только на нидерландском языке. То есть английским языком я больше не пользовалась, и это помогло мне быстрее выучить нидерландский. Действительно, если вы знаете английский язык, иногда, так как эти языки схожи, у них похожа грамматика, и некоторые слова даже похожи, это может немного помешать. То есть знание английского иногда помогает, иногда действительно мешает изучать нидерландский. Так вот, если оно вам мешает, то лучше переходите уже сразу на нидерландский, по чуть-чуть пробуйте строить предложение, разговаривать с людьми. Я выучила нидерландский язык до среднего уровня, наверное, где-то год-полтора у меня точно ушло для того, чтобы нормально можно было на первом таком минимальном уровне общаться с людьми. Сейчас здесь вылезет подсказочка на подробное видео про то, как я изучала нидерландский язык. И еще один схожий вопрос. Ирина, дайте пару советов, как учить нидерландский язык. Вот как раз-таки в видео, которое я только что показывала, там я рассказала более подробно про то, как я сама учила нидерландский язык, мой опыт. Надеюсь, вам оно будет тоже полезным. Следующий вопрос. Расскажите, где можно в Нидерландах купить, либо взять котенка, какие цены и куда обращаться? Очень интересно про мелких домашних животных, котиков, кроликов, попугайчиков. Где их покупают? Или же, может быть, можно взять из приюта, сколько стоит визит к ветеринару, прививки и корм. Сразу скажу про визит к ветеринару. Это в Нидерландах очень дорого. Будьте готовы. Если у вас более крупное животное домашнее, например, собака, либо кот, то и на корм, и на визиты к доктору у вас достаточно большие суммы будут уходить. Могу привести пример себя. У меня есть два попугайчика, один волнистый и один какарик. Так вот, какарик у меня однажды заболел, клювик. И мы пошли, отвезли к ветеринару, и нам дали специальный корм, которому нужно было время накормить птичку. И также сделали, просто проверили, что у нее с клювиком. Мы заплатили тогда 80 евро. Поэтому достаточно дорого это стоит все в Нидерландах. Ну а где можно посмотреть домашнее животное купить, либо взять? Это на таком сайте, вы можете посмотреть как markplats.nl. Markplats, там продается буквально все. Также домашнее животное. Оставлю ссылочку для вас в описании под этим видео. Ну и, конечно же, есть разные магазины с животными. Если речь идет о попугайчиках, кроликах, рыбках, тогда вы можете посмотреть также в зоомагазинах. У меня, кстати, есть где-то видео про зоомагазин большущий в городе Гаага. Также оставлю ссылочку, сейчас подсказочка здесь выскочит. И в описании под видео для вас оставлю. Конечно, возможно в Нидерландах также взять животное из приюта. Но это не бесплатно. То есть вы берете, например, котика, либо собачку. И вы также платите еще за это животное, то, что вы его берете из приюта. Оставлю также в описании информацию, где вы можете более подробнее про это почитать. Именно про то, как взять домашнее животное из приюта в Нидерландах. Следующий вопрос. Здравствуйте, Ирина, я сняла квартиру, а она полностью пустая и без пола. Подскажите, пожалуйста, как максимально бюджетно можно обустроить жилье? В Нидерландах это достаточно нормально, что если вы берете квартиру, снимаете квартиру, что она полностью голая, так скажем. То есть там нет ни мебели, ничего. Это нормально в Нидерландах. Так вот, для того, чтобы как-то подешевле, побюджетнее построить квартиру, вам можно посмотреть опять же на сайте Marktplatz. Там люди продают подержанную мебель, иногда даже бывает совсем новая мебель, просто у людей поменялся вкус, и у них достаточно много денег, например, да, и они захотели купить новый диван, а старый, совершенно в хорошем состоянии, они продают на этом сайте. Либо вы можете посмотреть также в магазинах с поддержанной мебелью, типа секонд-хендов, в Нидерландах есть такие магазины, называются они Tweiderhandswinkel, например, Headhuts. Он есть во многих городах Нидерландах, подробнее напишу, как это называется, тоже для вас в описании под видео. Там можете посмотреть для себя что-то побюджетнее, и на первое время хоть какую-то мебель купить, и хоть как-то обставить свою квартиру. Следующий вопрос, скажите, пожалуйста, сколько продолжаются новогодние праздники в Нидерландах? Ну, вообще новогодние праздники в Нидерландах заканчиваются 1 января, вот наступает Новый год, все друг друга поздравляют, и все, в принципе, на этом празднике закончились. Потихоньку уже будут украшения, скоро с улиц у нас убирать и так далее, елки люди выкидывают, то есть, в принципе, с Новым годом все и заканчивается. Еще вопрос. Говорят, здесь сдать на права сложнее, чем в России и Беларуси. Знаете ли что-нибудь об этом, и какие цены на обучение, экзамены? Заранее благодарю. Я сразу же вам посоветую посмотреть мое видео, где я рассказывала, как я сдавала на права в Нидерландах. Ссылочку на это видео обязательно оставлю в описании под этим видео, и также здесь сейчас опять снова вылезет для вас подсказочка. Я об этом уже очень подробно рассказала, поэтому информация для вас будет в этом видео. Если будут какие-то еще вопросы оставаться, обязательно пишите мне. Следующий вопрос. Можно ли в Нидерланду купить книги для детей на украинском языке? Я поискала и нашла сайт ball.com. Там вы можете посмотреть книги, там есть книги также на украинском языке и сразу с переводом на нидерландский язык, либо наоборот. То есть, может быть, тоже для детей очень интересно будет. Этот сайт называется ball.com. Сейчас появится название на экране. Надеюсь, вам как-то эта информация поможет. Итак, для того, чтобы работать в Нидерландах, вам нужно специальное разрешение на работу. Если вы украинец, либо украинка, поскольку сейчас существует временная защита, поскольку война в Украине, это немножечко смягчилось. И для того, чтобы работать легально в Нидерландах, вам достаточно просто здесь получить временную защиту. Также специальный стикер, то есть это регистрация в муниципалитете, вам выдается БСН номер, банковский счет и в конце концов вы получаете стикер. Все, вы можете легально работать в Нидерландах. И не обязательно искать работу через какую-то польскую фирму, вы можете сразу же искать работу здесь, в Нидерландах, напрямую. Но есть одна загвоздочка, поскольку украинские права в Нидерландах только временные, можно на них здесь ездить. И для того, чтобы быть профессиональным водителем, то есть, например, водителем грузовика и работать здесь на фирму, вам обязательно нужно права европейского стандарта с кодом 95. Если у вас только украинские права для вождения грузовиком, к сожалению, вы не сможете здесь работать, вам придется сдавать на права именно, которые годятся в Нидерландах. И также я нашла информацию на сайте, что работодатели в Нидерландах не имеют права принимать человека на работу, как водитель грузовика, если у вас нет прав европейского стандарта с этим кодом 95. Еще у меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли бесплатные курсы голландского для украинцев? Ну, во-первых, конечно же, хочу пригласить вас на мой канал, у меня есть уже 23 урока, совершенно бесплатно, вы можете смотреть и заниматься вместе со мной. Все видео есть на канале, называется Нидерландский язык с нуля. Вот, может быть, вам как-то помогут мои уроки, если вы еще их не видели, конечно. Вот, а вообще я слышала, что есть волонтерские курсы, например, от муниципалитетов, то есть, если вы уже находитесь в Нидерландах, уточните в вашем муниципалитете, может быть, он устраивает какие-то курсы нидерландского языка для украинцев, но это, опять же, без дипломов, без ничего, вы просто туда приходите для того, чтобы улучшить, либо как-то начать немножечко хотя бы говорить на нидерландском языке, и вам помогают волонтеры. Уточняйте эту информацию в вашем муниципалитете. Еще один вопрос у меня. Подскажите, пожалуйста, что из вашего опыта нужно обязательно посмотреть в Амстердаме, какие места и достопримечательности обязательно посетить, на каких улицах прогуляться, где лучше остановиться на ночлег, какие самые лучшие кафешки, что вкусного попробовать, какие сувениры приобрести. Ну, вообще, я в Амстердаме сама, хоть и живу в Нидерландах, была только несколько раз, и по моему опыту, конечно же, самыми главными достопримечательностями являются Rijksmuseum, это государственный музей в Амстердаме. Если вы любите музеи, конечно же, вообще, если говорить о музеях, в Амстердаме просто множество различных музеев, и Ван Гога, и другие музеи, Мадам Тюссо и так далее. То есть, для людей, которые любят посещать музеи, это просто супергород. Конечно же, вам нужно посетить площадь Дам, в Амстердаме главную площадь, на которой также расположен дворец, королевский дворец. Это очень интересное место, историческое, советую его посетить. Конечно же, зайти на квартал красных фонарей, это, конечно, визитная карточка города Амстердам. Очень просто для туристов, интересное место, просто походить и посмотреть, как же все это устроено в Нидерландах. И каналы, каналы Амстердама, это замечательная возможность посмотреть город с воды. Вы можете взять, например, прогулку, водную прогулку на речном судне, с экскурсией и прокатиться по каналам. Ну, кофешопы, я уже об этом не буду говорить, это кому интересно, на любителя. Но также, конечно же, Амстердам, странно, кстати, что Амстердам, потому что кофешопы есть практически во всех городах Нидерландов, но почему-то Амстердам популярен своими кофешопами. То есть, если вам это интересно, вы можете прогуляться или просто посмотреть, что такое кофешоп, зайти, посмотреть, что там продается. Насчет кафе, я, конечно, не могу так прям вам подсказать, потому что их огромное количество в Амстердаме. И я думаю, что лучше, если вы, например, посмотрите сами в Google, просто кафе Амстердама, и вам 100% даже на русском языке выбьют очень много кафешек, ресторанчиков в Амстердаме, где остановиться на ночлег, то же самое. Все зависит только от вас, что вы хотите, отель, можно снять квартиру и так далее. То есть, где вы хотите, подешевле, конечно, будет в окраинах Амстердама, извиняюсь, подороже будет в центре, это понятно. В зависимости от того, в какой день вы приезжаете в Амстердам, тоже от этого все зависит. Ночлег вы можете посмотреть, например, на сайте booking.com, сейчас название появилось на экране. Ну и сувениры, которые вам стоит приобрести. Вы, наверное, если будете в Амстердаме, вы и сами все поймете, потому что Амстердам для туристов, и на каждом шагу буквально вы можете встретить сувенирные лавочки, сувенирные магазинчики, и выбрать уже сувениры тоже, опять же, на свой вкус. Что попробовать вкусненького в Амстердаме? Ну, конечно же, если вы любите селедочку, то попробуйте нидерландскую селедку, она очень вкусная. Ну и если вы будете в зимнее время в Амстердаме, то, возможно, вам еще удастся застать олибола. Олибола это такие шарики, которые жарятся во фритюре. Это такое блюдо, закуска именно к Новому году, и она зимой очень распространена, и продается достаточно часто в любых городах Нидерландов, можно встретить такую олиболэкрам, палатку, где продают олибола. Если встретите, обязательно попробуйте. Нидерландские strobe waffles, конечно же, попробуйте. Это вафли с таким, что-то вроде карамели. Сейчас на экране покажу вам фотографию. Strobe waffles я очень люблю, это мои любимые печенюшки в Нидерландах, поэтому если увидите, обязательно попробуйте. Ну и, конечно же, крокеттен. Крокеттен это крокеты, это такой снэк в Нидерландах, очень популярный, если не знаете, что это такое, то, наверное, описать это будет сложно, лучше просто купите и попробуйте. Лично мне крокеттен не очень нравится, но, в принципе, если вы в Нидерландах, то вы, наверное, вам нужно просто попробовать этот снэк для того, чтобы знать просто, что это такое. Ну что, ребята, на сегодня это были все вопросы, они были очень интересными, как всегда. Я обязательно буду делать еще больше видео вопрос-ответ, поэтому у вас еще будет шанс задать мне свой вопрос. Для того, чтобы не пропускать мои новые видео на канале, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Я очень жду новых подписчиков. Надеюсь, что мой канал вам нравится. Если это так, поставьте пальчик вверх, поддержите меня, дайте об этом знать. Всех поздравляю еще раз с Новым Годом и всех православных поздравляю с наступающим Рождеством Христовым. Увидимся с вами уже на следующей неделе, как всегда, на канале Holland and Me. Пока-пока!